Так, вот Жекин трансивер Евгений Харитон. Он взял у парня там в Зонецкой области, ну, у мужика, наверное, барыги оказался. Вот мой трансивер. Тестируем. И было подозрение на то, что, скорее всего, на выходе на двойке в SSB недостаточно мощности. И вот сейчас мы решили протестировать. Секунду. Так, смотрим. Значит, сейчас я даю тональник. 7 ватт. Покажу сейчас ближе. Сейчас, секунду. Частота. Смотрите. Я прошу прощения, очень неудобно. Вот, видите, частота 144,302. 7 ватт. Выходная мощность. Поменяем частоту. Вот частота. 500 дадим. Это мой трансивер. От шатуна. Шатуна выделал. Даю. Так, все. Зафиксировалась частота. 144,502. Так, сейчас подключим к Жекиному трансиверу. Так, ребята, вот трансивер Жеки. Включаем, значит, смотреть. Сейчас, секунду. Выключу. Выключаем. Включаем. Для корректных показаний. Так, максимальная мощность выставлена. Даем тональник. Показывает какую-то чушь. 153 МГц. Это первая. То есть, какая-то бредятина. Ну и 3 ватта максимум. Хотя, должно быть 7. Мне не нравится, что показывает 153. 606. Так. Переводим на 500. 500 сейчас. Так, окей. Еще раз. Даем. 139. Чушь какая-то. Вообще, мощность полватта. Песец. В общем, надо будет сдавать в ремонт. Сейчас я посмотрю, если не найду никаких косяков. Ссылочку давно продавано, чтобы никто с ними связывался, ребята. Ну и нельзя так подставлять. Потому что человек отдал 5000 за этот трансивер. Ну и как бы с надеждой работать на УКВ на двойке. И получается вот такая вот нехорошая штука. В середине вот как сделано все. Вроде аккуратно, черт его знает. Непонятно. Но результат что-то мне не сильно нравится по выходу. Так. Продолжаем расследование. Значит, попросил я переписку Евгения Харитона на ОЛХ с этим продаванным. Чтобы узнать, что за парень, какой позывной. Так. Здравствуйте. Хочу купить данный трансивер наложенным платежом. Бла-бла-бла. Так. Человек пишет. Могу отправить наложенным платежом. Вместо микрофона я использую компьютерную гарнитуру. Синал на передачу хороший. Подзывом корреспондентов. Может моралистики ISO. Трансивер не паяный, не крученый. В отличном состоянии. Он паяный, крученый. Это видно было по следам пайки и по такому некачественному монтажу. Так. Жека спрашивает. Диапазон 144 работает или нет? Он пишет. Да, есть 144. Могу фото сбросить. Тангенту можно любую. Бла-бла-бла. Так. Ага. Все решится, если будешь брать. Так. Значит. Человек пишет, что он нам в больнице. Договорились. Ла-ла-ла. Значит, дальше идем. Такой же был эпизод с моим знакомым Серегой. Тоже радиолюбитель наш запорожский. Тоже он у какого-то Александра из Дружковки брал тоже СВ-шку. И она тоже оказалась с заниженной мощностью выходной. Но там они проблему решили. Они разобрали все. И оказалось там сопля. Они эту соплю убрали и все заработало. Но здесь как-то я искал, сопли не нашел. И вот, значит, попросил Жека Серегу спросить. Вот Серега пишет. То, что у тебя в доставке указано Дружковка, мол, с Дружковки. Вроде да, сейчас посмотрю, говорит Жека. Вот. И вот говорит Серега наш. Да, похоже, действительно он. Тогда я покупал... А, то, где я покупал, удалено. Но профиль остался. Вот профиль. Видим, да? И его позывной. OS8 и WD. Вот. Ульяна Сергей 8, Иван WD. Александр Зальдянов. Вот. И на фото мы видим вот такую-то Ариадну переделанную. Вот видите вы, да? У себя на экране. И сейчас мы по ссылочке перейдем на WLX и увидим такую же Ариадну. Арианду, да. Мы сейчас ее увидим. Я сейчас зайду на WLX. Я прошу прощения. Сейчас я тут ему сообщение пытался писать. Значит, дыраемся. Открываем. Тоже разговор с Александром. Вот. И у него здесь есть такая же... Показать все. Ссылка будет в описании. Смотрите. Вот та же самая на фотографии. Вот этот Арианда. Да. Такая же самая. Он ее продает. То есть вот такой вот нехороший человек. В общем, ссылка на WLX будет. Позывной мы высветили. Вот такой вот недобросовестный человек с дружковки. Да, за 5 тысяч продал. Но как бы... Ну, я не знаю. Нехорошо, наверное. Вот. Так что, ребята, будьте осторожны. На WLX. Если что, не берите у него. И вообще, если встретите, передавайте привет. Так. Все. Всего доброго. Всем три. До свидания.